Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такой замечательный снуд из данного набора. Ссылочку на шапочку и метеночки вы сможете посмотреть ниже под этим видео. А для тех, у кого сейчас есть пряжа для снуда и хотите связать вот такой снуд, который вяжется трубой, без отворотов, красивым достаточно узорчиком. Значит, если у вас всего один моточек и вы хотите связать из одного моточка, то вам придется связать всего 13 рапортов в высоту. То есть он получится буквально на расстоянии в 2 см короче, чем данная труба, как вы видите, у меня. Если же у вас, как у меня, было два моточка и вы хотите связать метеночки и шапочку, то, соответственно, вяжем 14 рапортов в высоту узора. Конечно, можете связать, набрав шире, на, скажем так, несколько рапортов шире снуд, чем вы хотите. Но я что хочу сказать, он получается и так достаточно широким, то есть его можно одеть за капюшон. Я его связала таким образом, чтобы можно было одеть как на курточку, так и за капюшон, то есть за курточку. Вот, конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу фирмы NAKA серия Париж 245 метров в 100 граммах. Премиум акрил в составе и пряжа у меня стального цвета. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Буду использовать круговые спицы номер 4 на вот такой вот коротеньком тросике. Также для замыкания вязания в круг я буду использовать чулочные спицы на полразмера меньше. Это для удобства, для того, чтобы нашу наборочную косичку набрать на полразмера меньше спицах и замкнуть вязание в круг. А затем я продолжу вязать уже четверочкой. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр и возможно вам понадобится маркель либо булавочка для того, чтобы отметить начало, конец ряда. Рапорт основного узора составляет 5 петелек. То есть нам нужно набрать такое количество петель, чтобы делилось на 5. Я хочу 22 рапорта, так как для данной окружности у меня вмещается 22 рапорта. То есть мне нужно набрать 110 петелек. Плюс одну петлю я наберу для того, чтобы замкнуть наше вязание в круг. Начальную петельку, первую и вторую, я набираю на одну спицу для того, чтобы они не были растянуты. Затем приставляю вторую и набираю остальные 109 петелек. И в дальнейшем я потом, после того, как наберу 111 петель на спицы, поделю их на 4 чулочные спицы для того, чтобы мне было замкнуть вязание в круг удобно. Если же вы вяжете просто на круговых, то, соответственно, набираете просто 111 петелек и достаете одну свободную спицу. Поделив на 4 визуальные части нашей наборочной косички, я буду сейчас делать замыкание вязания в круг. При этом лишняя та 111 петелька наша сократится. Она останется у нас между вязанием и останется в итоге после замыкания в круг наши изначальные 110 петелек. То есть 22 раппорта узора. Сейчас берем, отправляем коротенький краешек ниточки наверх. Рабочая ниточка у вас снизу. И пододвигаем краю вот эти вот крайние петельки. Это последние набранные у нас на правой спице. И вот они первые набранные петельки на левой спице. Теперь первую вот эту набранную петельку мы переносим к последней, то есть на правую спицу. Затем последнюю петельку подхватываем и одеваем на первую. При этом у нас первая петелька остается на правой спице, а вот эта последняя набранная петелька спускается между вязанием. И обратно возвращаем эту первую набранную петельку на левую спицу. То есть что мы сделали? Мы перекинули с левой спицы на правую первую набранную петельку. Затем с этой стороны одну петлю накинули на нее. И у нас эта петелька спустилась с работы. И осталась вот она натянутая между первой и четвертой спицей. Теперь коротенький краешек ниточки тянем на себя. Рабочую нить от себя. И туго-туго затягиваем. То есть, чтобы не порвалась, конечно же, ниточка, обратите внимание. Эта последняя набранная петля, 111-я, у вас должна стянуться и остаться между вязанием. Теперь у нас изначальное набранное количество петелек, нужное для рапорта узора. И теперь отправляем вот этот хвостик к рабочей ниточке вместе. И несколько первых петелек мы свяжем вместе за две вот эти вот ниточки, для того, чтобы спрятать хвостик. И я беру, теперь уже вход пускаю, рабочую спицу, та, которая у меня на тросике. Первый ряд мы будем вязать очень просто. Все петельки изнаночные. То есть, мы начинаем с первой петли, подхватываем за две ниточки. И вяжем первую петельку изнаночной, затем вторую петельку изнаночной, третью, четвертую, пятую. Связав буквально 5-6 петелек, я бросаю вот этот хвостик ниточки нашей. Он нам не нужен. А продолжаю дальше вязать лишь только рабочей ниточкой от матка. До конца ряда, то есть все четыре спицы, нам нужно провязать все петельки изнаночные. И тем самым мы их переоденем, как бы провязав на рабочие спицы. Если у вас все это вяжется одними спицами, то просто рекомендую вам отметить начало ряда, конец. Вот здесь вот между первой и четвертой спицей у меня, то есть где мы начали вязать изнаночные петельки, просто маркером или булавочкой. Теперь мы знаем, что здесь начало, конец ряда. И дальше продолжаем вязать все петельки изнаночные. Довязали до конца ряда все петельки изнаночные. И теперь два ряда нам нужно провязать лицевыми петельками. При этом лицевые петельки я буду вязать за дальние стеночки. Начальные, как вы помните, пять петелек у нас связаны за две ниточки. Поэтому так и провязываем за две ниточки дальние петельки, вот так вот, полупетельки, все лицевые. Провязали пять начальных этих петелек, подтянули вот этот хвостик, чтобы он у вас не растягивал петли. И все, дальше продолжаем вязать вот так вот один ряд лицевыми петельками. И точно так же будем вязать второй ряд, но при этом уже за ближайшие стеночки. Сейчас повернулись петлики, поэтому второй ряд лицевыми петлями вяжем за ближайшие лицевые полупетли. В четвертом ряду мы также все петельки провяжем лицевые за вот эти передние полупетли. Но перед каждой лицевой петлей мы будем делать два вот таких вот накида. То есть делали два накида, провязали лицевую. Два накида от себя, провязали лицевую. Два накида от себя, провязали лицевую. То есть делаем по два накида от себя перед каждой лицевой петлей. 2 накида от себя и провязали лицевую. Слишком не затягивайте эти накиды, потому что при дальнейшем вязании вам будет туго подвигать вот эти вот накиды и петельки, провязанные на рабочей спице. То есть сделали 2 накида легких, провязали лицевую. 2 легких накида, провязали лицевую. 2 накида, лицевую. Вот так довязываем весь четвертый ряд до конца. 2 накида, лицевая. 2 накида, лицевая. Довязали до конца четвертый ряд с накидами и ряд у нас должен начинаться с двух накидов. То есть мы связали правильно. И сейчас начинаем вот эти накиды спускать. То есть первый накид спустили, второй спустили, петлю переодели на правую спицу, не провязанную. Снова накид первый, второй спустили, петлю пересняли, не провязанную на правую спицу. Это у нас уже 2 вытянутых петли получилось. Далее снова 2 накида спустили, петлю приподняли, не провязанной на правую спицу это 3 вытянутые петли. Далее накиды спустили, петлю вытащили, не провязанную, это четвертая вытянутая петля. И последний раз делаем, вытаскиваем петлю, спускаем накиды, пятая петля. У нас получилось 5 непровязанных вытянутых петелек на правой спице. Мы их возвращаем на левую спицу. И далее не вытаскивая спицы провязываем сквозь все 5 петелек вытянутых, одну лицевую петлю. Вот таким вот образом. За дальнюю стеночку. У нас получилась лицевая, но не спешите ее снимать со спицы. Смотрите, теперь делаем накид от себя, как мы только что делали 2 накида. И снова ныряем под 5 петелек и за дальнюю стеночку вяжем вторую лицевую петлю. У нас уже получилось 3 петельки. Далее снова делаем накид и провязываем одну лицевую за дальние стеночки сквозь 5 вытянутых петелек. Сейчас мы связали с вами из 5 вытянутых петелек 5 петель. Лицевая накид, лицевая накид и лицевая петля. После этого спускаем все петельки с левой спицы. Это раппорт узора, который будет повторяться еще 21 раз по кругу. Либо у вас может быть свое количество раппорта. Повторяем. Спускаем 2 накида, подхватываем непровязанную петлю. Спускаем 2 накида второй раз, подхватываем непровязанную петлю. Спускаем 2 накида третий раз и снимаем непровязанную третью петлю. Снимаем 2 накида четвертый раз и вытаскиваем четвертую вытянутую петлю. И точно так же делаем последний пятый раз. У нас получилось 5 вытянутых петелек. Мы возвращаем их на левую спицу. Подхватываем за дальние стеночки. Провязываем лицевую за дальние 5 петель полупетельки. Сделали лицевую. Далее накид это вторая петля. Лицевую вторую третья петля. Накид четвертая петля. И лицевая пятая петля. Спускаем полностью со спицы вытянутые петельки. У нас получается вот такой вот орнамент из 5 петель 5. Снова спустили накиды и достали первую вытянутую петельку. Спустили накиды, достали вторую вытянутую петельку. Спустили накиды, достали третью петлю. И хорошо видно. Здесь накиды не спускаются, петля достается. Накиды спустились, петля достается. Получились 5 вытянутых петель. Возвращаем их обратно на левую спицу. И не вытаскивая правую спицу, провязываем сразу сквозь дальние петельки одну лицевую. Далее делаем накид, снова лицевая, второй раз накид и лицевая. Третья лицевая и два накида это и есть 5 петель. Мы связали 3 раппорта и посмотрите как у нас уже при провязывании 5 ряда, уже как вытянулся раппорт в высоту. То есть вот у нас было провязано 4 ряда, а 5 ряд как вы видите вытянул хорошо вот так вот наш узорчик. И вот так вот повторяем до самого конца ряда. Спускаем петельки, вот эти вот накиды и петельку спустили на правую спицу не провязанную. Накиды просто спустили, а петельку спустили не провязанную на правую спицу. Итак, по 5 спущенных вытянутых петелек мы будем провязывать до конца ряда. Это и есть наш раппорт узора. Все, вытянули 5 петелек, обратно вернули на левую спицу. И сквозь 5 петелек вяжем первую лицевую, делаем накид, вторую лицевую, снова делаем второй накид и третью лицевую, это пятая петля. Связали 5 петель из 5 и все. Вот так вот мы с вами связали 4 раппорта узора ширину. Так делаем до конца ряда. Когда спускаете петельки, будьте внимательны, что именно вот накиды спустились, петля поднялась. Накиды спустились, петля вот она поднялась. Накиды спустились, петля поднялась. И благодаря тому, что мы спускаем накиды, количество петель у нас не увеличивается, а остается такое же, как мы набирали изначально. Все, сняли 5 петелек вытянутых, обратно возвращаем на левую спицу и вяжем сквозь них первую лицевую, делаем накид, вторую лицевую, делаем второй накид и третью лицевую. Связали из 5 петель вытянутых 5 петель и все, продолжаем так до конца ряда. Связали 5 ряд и у нас получились вот такие визуальные пучки. Теперь 6 ряд мы должны будем эти пучки как бы превратить снова в петельки. Таким образом, мы каждую из 5 петель раппорта вот так вот провязываем лицевыми петельками за передние полупетли. То есть вот он наш пучок, мы его провязали каждую петельку лицевой петлей. И снова как бы превращаем вот эти вот пучки в ряд. Первый раппорт провязали лицевыми поочередно петельки, второй раппорт, снова доходим третий раппорт, просто лицевыми петельками провязываем поочередно. Возможно, у вас по ходу провязывания здесь путались петельки, но вы смотрите, как ложатся петли, так и провязывайте их. Поочередно каждую петельку лицевой. Это и есть наш 6 ряд. И это последний ряд раппорта. Далее будет раппорт повторяться, то есть 6 ряд, просто лицевые петельки довяжем и начинаем вязать сначала, с первого ряда. Довязали до конца раппорта и теперь вспоминаем, что мы вязали первый ряд, это были изнаночные петельки. Далее второй и третий ряд, это два ряда лицевыми петлями. Соответственно, сейчас у нас по счету 7 ряд и он будет вязаться как первый изнаночными петлями. Далее восьмой и девятый будет вязаться два лицевых ряда. В десятом ряду мы с вами сделаем двойные накиды перед каждой лицевой. В одиннадцатом ряду мы с вами сделаем вот такие пучки. Это вывязывание из 5 вытянутых петелек 5 петель. И далее просто в двенадцатом ряду свяжем все петельки, как и в шестом ряду, лицевые. То есть выровняем наши пучки, превратим их в ряд. Итак, сейчас мы продолжаем вязать седьмой ряд изнаночные петельки. Начинаем с первой петли, вяжем все петельки изнаночные. И далее, чтобы не повторяться, я провяжу два ряда лицевыми петельками. В десятом ряду, как и в четвертом, мы будем делать перед каждой лицевой два накида от себя. Сделали два накида, провязали лицевую. Два накида, лицевая. Два накида, лицевая. В одиннадцатом ряду, как и в пятом, мы будем делать вот такие пучки. То есть вывязывать из 5 вытянутых петель 5 петелек. То есть спускаем накиды, вытаскиваем первую петлю. Спускаем накиды, вытаскиваем вторую петлю. И так далее. Третью, четвертую и пятую. Не вытаскивая спицы, мы переодеваем на левую. И вывязываем первую лицевую, делаем накид. Вторую лицевую, отсюда же делаем накид. И третью лицевую, после которой накид не делаем. То есть мы вывязали из 5 петель вытянутых 5 петель. Связали первый раппорт. И продолжаем делать снова вытянутые петельки по 5. 1, 2, 3, 4, 5. И снова возвращаем их на левую спицу. И вывязываем первую лицевую, делаем накид. Вторую лицевую, делаем накид. И третью лицевую. Связали из 5 вытянутых петель снова 5 петель. И так делаем до конца ряда. У меня это еще 20 раппортов. И 12 ряд, как 6. Просто все петельки лицевые. То есть перевязываем наши пучки, провязанные отдельно, каждую петельку лицевой. Возможно, вам будет тяжеловато, но вы постарайтесь. Просто каждую петельку отделяем из 5 вместе с накидами, провязанные лицевые. То есть первый раппорт, второй раппорт и так далее. То есть как мы с вами вязали 6 ряд. Довязав вот этот 12 ряд, вы снова повторяете с первого. Сейчас мы связали в высоту 2 почти полных раппорта узора. То есть довязав до конца ряда, это 2 полных раппорта. Вот таких вот раппортов вы можете вязать на нужную высоту. То есть вяжите, скажем так, максимально длиннее, для того, чтобы, когда он будет одеваться на горлышко, он получится такой вот пышный, мягкий, красивый. И при этом будет видно, несмотря на то, что ниточка ворсистая, как вы видите, такая достаточно пушистая, будет узор хорошо и четко виден. Будет красиво и аккуратно. Если вы свяжете высоту, к примеру, 20 сантиметров, то он просто упадет на горло и будет такой вот, ну, как бы приплюснутый. Вот. То желательно связать чуть-чуть больше, чем 20 сантиметров. То есть можете по ходу вязания раппорта в высоту примерять, как вам нравится больше. Но мне кажется, что это самая оптимальная хорошая окружность. Вот. Потому что если делать уже, получается слишком горло, вот так вот прилеплено, скажем так, и туго одевается. Если вязать шире, то оно слишком падает, скажем так, и получается, как, ну, как вязаные бусы. То есть тоже горлышко не закрывает. Вот. Поэтому я выбрала вот такую вот оптимальную, скажем так, ширину, окружность, которая мне понравилась. Итак, продолжаем вязать дальше наши раппорты узора. Связала я высоту снуда, как и хотела я, 35 сантиметров. Для того, чтобы у меня вместился полный раппорт, я связала 36 сантиметров. И получается, по количеству раппортов мы с вами связали два раппорта начальных, и я самостоятельно довязала еще 12 раппортов. То есть в общем количестве у меня получилось полных 14 раппортов, и первый ряд 15 раппорта, там, где у нас просто изнаночными петлями ряд после вот этих наших пучков. Теперь сейчас, скажем так, во втором ряду 15 раппорта в высоту я буду делать закрытие петель. Возможно, у вас свое количество сантиметров и раппорта в высоту, но вы остановитесь, скажем так, на ряду, там, где вы провязали просто ряд изнаночными петельками. В следующем ряду мы будем делать закрытие петель. Для того, чтобы не был у нас стянутый такой вот край, с одной стороны у нас наборочная косичка вот такая красивая с изнаночными петельками, точно так же и с другой стороны я хочу сделать такую же косичку с изнаночными петельками, но если мы просто сделаем закрытие, то у нас получится такой вот стянутый. Я хочу, чтобы он был максимально пружинистый и аккуратный, красивый, скажем так, и с другой стороны краешек. Поэтому мы будем повторять точно так же, вязать изнаночными петлями этот ряд, но чередовать, скажем так, с накидами. То есть над первой изнаночной мы вяжем 1 изнаночную петлю. Далее делаем накид. И следующую петлю мы вяжем за дальнюю стеночку изнаночной петелькой. То есть у нас получается изнаночная, накид и изнаночная. На вот эту вторую провязанную изнаночную после накида мы перекидываем сначала накид, спускаем на петельку. И первую провязанную изнаночную петлю спускаем на вторую провязанную изнаночную петлю. То есть вместо трех петелек изнаночной накид, изнаночная, у нас сейчас только осталась последняя провязанная изнаночная. То есть изнаночная у нас уже есть. Делаем накид и вяжем следующую изнаночную за дальнюю стеночку. На эту изнаночную, последнюю провязанную, мы перекидываем накид сначала. Если у вас оскакивает вот так вот петелька, снова делаем накид и провязываем изнаночную петлю. Такое тоже возможно. Одеваем на эту изнаночную накид, а затем предыдущую изнаночную. Теперь снова делаем накид, провязываем изнаночную, на эту изнаночную перекидываем накид и предыдущую провязанную изнаночную петельку. то есть у нас получается закрытие петель и благодаря накидам не стянутый красивый ровный краешек сделали накид, связали изнаночную и на эту изнаночную перекидываем накид, потом предыдущую связанную изнаночную снова накид изнаночная и на эту последнюю изнаночную перекидываем накид и предыдущую изнаночную накид изнаночная и перекидываем сначала накид, затем предыдущую провязанную изнаночную накид изнаночная, затем на эту изнаночную перекидываем накид и предыдущую изнаночную петельку. Вот таким вот образом у нас получается закрытие петель и красивый аккуратный краешек. Вот он наш изнаночный ряд и затем идет вот такой вот косичкой не стянутый краешек, как и с одной стороны, так и с другой стороны, то есть не стянутый прежде всего, чтобы нам удобно было одевать на горлышко с нур. Снова делаем накид, изнаночные за дальнюю стеночку провязываем для того, чтобы у нас опять же таки были не перекрученные косички, а красиво ложились ровные петельки. Накид изнаночная и на изнаночную перекидываем накид с предыдущей изнаночной. Накид изнаночная и перекидываем сначала накид, затем изнаночную. Вот так вот я буду делать до самого конца ряда, закрывая петельки и делая эластичный краешек. И в итоге, когда у вас в конце останется одна всего петля, я вытаскиваю спицу, переодеваю эту петлю на крючок, нахожу начальную вот здесь вот петельку, самую первую и делаю соединительную петлю. То есть как бы соединяю ряд, конец и начало. Теперь мы вытаскиваем вот эту ниточку, отрезаем ее и прячем краешек с изнаночной стороны, вот здесь вот где у нас внутренние петельки. И все в принципе, вот такой получается у нас красивый ровный эластичный краешек, который соответствует ширине всей по окружности снуда. И все, снуд ваш готов. Я надеюсь, что у вас все получилось, было интересно, понравилось. И конечно же не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!